Здравия всем! Очень жалко, что сегодня не день отца. Иначе бы фильм, о котором я хочу вам рассказать, отлично бы подошел в тему. Падре Ностро, наш отец 2020 года. Итальянская сентиментальная драма взросления. Простое и незатейливое ретро-кино от режиссера и сценариста Клаудио Ночи. У Ночи, если не считать нашего отца, за спиной всего только два полнометражных метра. Это «Здравствуй, Оман» и фильм с Эмиром Кустурицей «Ледяной лес». Но есть еще и несколько коротких метров, вроде «Арии». Наш отец для Ночи фильм во многом автобиографический. В его основе лежат воспоминания и травмы детства режиссера. Отец Ночи, заместитель комиссара полиции, пережил покушение ультралевых террористов-революционеров из организации, ух, тут бы правильно произнести, Нуклеи Армати Пролетари. И покушение это состоялось в 1976 году. Среди продюсеров фильма исполнитель роли отца Пьер Франческо Фавина. Он был удостоен Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль на 77-м Венецианском кинофестивале. Фавина вообще входит в топ-10 современных итальянских актеров. Получил известность даже на Западе. Например, снялся в фильме «Ангелы и демоны». Оператор картины Микеле Датаназио. Он пользуется большой популярностью в кругах итальянских кинематографистов. И он снял абсолютно все полнометражные картины «Клаудио Ночи» и «Здравствуй, Оман» и «Ледяной лес» и, собственно, «Наш отец». Микеле Датаназио работал над такими сериалами, популярными итальянскими сериалами, как «Гамора» и «Рокко Скьявоне». Он снимал фильмы вроде «Божьей милостью», «Итальянская гонщица», «Революция на капри». В общем, как и Фавина, наверняка тоже входит в топ-10 итальянских, но уже не актеров, а операторов. Съемки фильма «Клаудио Ночи» проходили во второй половине 2019 года в Риме и Калабрии. Это абсолютно итальянский фильм. Мировая премьера состоялась на 77-м в Венецианском кинофестивале 4 сентября 2020 года. Итальянский прокат стартовал 24 сентября в том же 2020 году, но до Украины фильм добрался только 12 августа 2021 года. В ролях Матти Агарачи, Пьер Франческо Фавино, Барбара Рончи, Франческо Геги, Лео Фавино. Знаете, когда перечисляешь итальянских актеров, всегда кажется, что речь идет о какой-то мыльной опере, о ситкоме про любовь и отношения. Теперь перейдем к сути. В центре сюжета картины 10-летний мальчик Валерио. Его играет Матти Агарачи. И Валерио живет в Риме в 76-м году. Те времена в итальянской истории принято называть свинцовыми 70-ми 69-го по 80-й года. Это было крайне тяжелое и травматичное десятилетие для страны, когда множество ультралевых и ультраправых активистов, террористов, революционеров вносили смуту во все и вся. Боролись с правительством, устраивали теракты, похищали людей, вдвигали требования, выступали с демонстрациями и так далее. Италия в ту эпоху бурлила и пенилась, причем до такой степени, что некоторые историки назвали 70-е годы периодом мягкой гражданской войны. Именно об этих непростых временах фильм «Клаудио Ночи». Отец мальчика Валерио – высокопоставленный комиссар полиции Пьер Франческо Фавино. Он пережил нападение террористов, планировавших убить его прямо на улице перед своим домом. Мальчик и его мать Барбара Рончи оказались свидетелями уличной бойни. Валерио стоял буквально в нескольких метрах от умирающего революционера, стрелявшего в его отца. Кровь и смерть произвели настолько сильное впечатление на мальчика, что с того момента он потерял покой и стал переживать панические атаки. Отец комиссар забирает семью на отдых за город, надеясь, что и сыну на природе станет легче и что террористы там до них не доберутся. Только вот сыну легче не становится. Ему повсюду, как, впрочем, и отцу мальчика, чудится опасность. Одно у Валерио отдохновение. То ли воображаемый, то ли реальный старший товарищ Франческо Геги, который крайне удачно появляется в жизни мальчика. Кто он, этот товарищ? Доберутся ли террористы до отца комиссара? И справится ли Валерио со своими психологическими травмами? Вот главные вопросы фильма «Клаудио ночи». Как мне кажется, главной особенностью нашего отца является не какое-нибудь величие или исключительность самой этой кинокартины, сколько ее намек на величие и исключительность кинокартин прошлого. В этом смысле наш отец – это полноценное ретро-кино, кивающее, указывающее в сторону великого итальянского кинематографа, до уровня которого сегодняшние итальянские фильмы, и тут, по-моему, невозможно спорить, определенно не дотягивают. Ретро-эстетика нашего отца – это явно дань уважения таким вне временным шедевром, как следствие по делу гражданина вне всяких подозрений режиссера Элио Петри. То есть политика остро-социальным картинам, некогда вгрызавшимся в общественный нерв, цеплявшим за живое своей насущностью и злободневностью. Клаудио ночи наверняка специально взялся за работу, умело прикидывающуюся полицейским фильмом или политическим триллером, чтобы тем самым намекнуть зрителю на авторитетную кинотрадицию прошлого. Однако по сути своей наш отец – это никакая не криминальная и не политическая картина. Нет, это типичная мелодрама, лирическая драма взросления. Вероятно, в том-то и вся соль, что мы ожидаем от отца крепкого полицейско-гангстерского гаморного боевика, а на деле получаем романтико-ностальгическую ленту о чувствах и десятилетнего ребенка, поскольку абсолютно все происходящее в фильме трактуется с позиции Валерио. Вот он – единственный наблюдатель действия в отце. Именно его глазами мы и смотрим это кино. Вы знаете, похожая история произошла с андеграундом уже упомянутого мною Эмира Кустурицы. Андеграундом – фильмом, удостоенным золотой пальмовой ветви. Кустурица так тогда и говорил. «Решением присудить мне во второй раз высокую награду я обязан глубокой ностальгии членов Каннского жюри по творчеству таких ушедших метров, как Буниэль, Феллини, Бертолуччи. В конце 20 века я напоминал им о прошлом». Точно так же напоминает нам о прошлом и фильм «Клаудио ночи». «Наш отец» – это серая тень величественных фильмов 60-70-х годов, снимавшихся в Италии. И тут нет никакой подставы, тут все честно. Ночи, как я уже сказал, только намекает на величие, а по сути своей предлагает нам мелодраму. Наш отец – это мелодрама. Но о чем же эта мелодрама? А тут все просто, проще не бывает. О фантазиях и реальности, о травмах и изживании травм, о значении семьи, об отцовстве, конечно, в большей степени, и материнстве в степени куда меньшей. Наш отец – кино простое, ровное, невеличественное, чувственное. Размах в нем только подразумевается, но никогда не реализовывается. При этом я не могу сказать, что это как-либо портит фильм «Ночи». Но, конечно, мне все равно обидно, что за исключением какого-нибудь Паоло Сарантино или Матео Гароне, да и то с большими оговорками, современное итальянское кино не в силах даже претендовать на достижение уровня таких мастеров, как Феллини, Висконти, Пазолини, Петри, всем встать. «Ночи» значительно скромнее. Но, вы знаете, и скромность заслуживает своего вознаграждения. Слоган фильма «Клаудио ночи» – название фильма «Наш отец». И тут тоже все просто. Большое спасибо, что слушали сегодняшний микроподкаст. Или, как сказали бы некоторые подписчики YouTube-канала Киноведы, уж я-то знаю, «Наконец-то нормальный подкаст!» А не вот это вот, про Кацухира Атома на целый час. Два выпуска, как можно! Спасибо. Спасибо большое, правда. Возвращайтесь. Киноведы. Авторский подкаст Станислава Тарасенко. Да.